Я родился полвека тому назад Тем более, что я еще совсем не ощущаю его бремени И, значит, был бы избавлен от мысли, что мне будто бы полагается лет через десять или двадцать умереть А родись я и живи на необитаемом острове Я бы даже о самом существовании смерти не подозревал Вот было бы счастье хочется прибавить мне Но кто знает Может быть, великое несчастье Да и правда ли, что не подозревал бы Не рождаемся мы лишь чувством смерти А если нет, если бы не подозревал Любил бы я жизнь так, как люблю и любил Самое первое воспоминание мое Есть нечто ничтожное, вызывающее недоумение Я помню большую, освещенную предосенним солнцем Комнату, его сухой блеск Над косогором, видным в окно на юг Только и всего Только одно мгновенье Почему именно в этот день и час Именно в эту минуту И по такому пустому поводу Впервые в жизни Вспыхнуло мое сознание Столь ярко Что уже явилась возможность Действия памяти И почему тотчас же после этого Снова надолго погасло оно Младенчество свое я вспоминаю с печалью Каждое младенчество печально Скуден тихий мир В котором грезит жизнью Еще не совсем пробудившиеся для жизни Все мы всему чуждые, робкая и нежная душа Золотое счастливое время Нет Это время несчастное Болезненно чувствительное Жалкое Может быть, мое младенчество Было печальным В силу некоторых частных условий В самом деле Вот хотя бы то, что я рос В великой глуши Пустынные поля Одинокая усадьба среди них Зимой безграничное снежное море Летом море хлебов Трав и цветов Вечная тишина этих полей Их загадочное молчание Но грустит ли в тишине В глуши какой-нибудь сурок Жаворонок Нет Они ни о чем не спрашивают Ничему не девятся Не чувствуют той сокровенной души Которая всегда чудится Человеческой душе в мире Окружающим ее Не знают ни зова пространства Ни бега времени А я уже и тогда знал все это Глубина неба Даль полей Говорили мне о чем-то ином Как бы существующим Помимо их Вызывали мечту и тоску О чем-то мне недостающим Трогали непонятной любовью И нежностью Неизвестно кому И чему Дальнейшие мои воспоминания О моих первых годах на земле Более обыденны и точны Хотя все так же скудны Случайны, разрозненны Что повторяю мы знаем Что помним мы С трудом вспоминающие порой даже Вчерашний день Детская душа моя Начинает привыкать К своей новой обители Находить в ней много прелести Уже радостной Видеть красоту природы Уже без боли Замечать людей И испытывать к ним разные Более-менее сознательные чувства Мир для меня все еще Ограничивается усадьбой Домом И самыми близкими Вот я уже не только заметил И почувствовал отца Его родное существование Но и разглядел его Сильного, бодрого, беспечного Вспыльчивого Но необыкновенно отходчивого Великодушного Терпеть не могшего людей Злых, злопамятных Я стал интересоваться им И вот уже кое-что узнал о нем То, что он никогда ничего не делает Он и правда проводил свои дни В той счастливой праздности Которая была столь обычна Тогда не только для деревенского Дворянского существования Но и вообще для русского Что он всегда очень оживляется Перед обедом И весел за столом Что, проснувшись после обеда Он любит сидеть у раскрытого окна И пить очаровательно шипящую И восхитительно колющую в нос Воду с кислотой и содой И что он всегда внезапно ловит меня В это время Сажает на колени Тискает и целует А затем также внезапно ссаживает Не любя ничего длительного Я уже чувствовал к нему не только расположение Но временами и радостную нежность Он мне уже нравился Отвечал моим уже слагающимся вкусом Своей отважной наружностью Прямотой переменчивого характера Больше же всего кажется тем Что был он когда-то на войне В каком-то Севастополе А теперь охотник Удивительный стрелок Он попадал в двугривенный Подброшенный в воздух И так хорошо Задушевно А когда нужно так ловко Подмывающе играет на гитаре песнь Какие-то старинные Счастливых дедовских времен Братья были совсем не ровесники мне Они жили тогда уже какой-то своей жизнью Приезжали к нам только на каникулы Зато у меня оказалось две сестры Которых я тоже наконец осознал И по-разному, но одинаково тесно Соединил с своим существованием Я нежно полюбил смешливую синеглазую Надю Которая заняла свою очередь в люльке И незаметно стал делить все свои игры И забавы, радости и горести А порой и самые сокровенные мечты И думы с черноглазой Олей Девочкой горячей Легко как отец вспыхивающий Но тоже очень добрый, чувствительный Вскоре сделавшийся моим верным другом Что до матери То, конечно, я заметил и понял ее прежде всех Мать была для меня совсем особым существом Среди всех прочих Нераздельным с моим собственным Я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же Когда и себя самого С матерью связана самая горькая любовь Всей моей жизни Все и все, кого любим мы Есть наша мука Чего стоит один этот Вечный страх потери любимого А я с младенчества нес Великое бремя моей Неизменной любви к ней К той, которая давши мне жизнь Поразила мою душу Именно мукой Поразила тем более Что в силу любви Из коей состояла Вся ее душа Была она И воплощенной печалью Сколько слез видел я ребенком На ее глазах Сколько горестных песен Слышал из ее уст В далекой родной земле Одинокая Навеки всем миром забытая Допокоится она в мире И добудет вовеки благословенно Ее бесценное имя Уже ли та, чей безглазый череп Чьи серые кости Лежат теперь где-то там В кладбищенской роще Захолустного русского города На дне уже безыменной могилы Уже ли это она Которая некогда качала меня на руках Пути мои выше путей ваших И мысли мои выше мыслей ваших Дни слагались в недели, месяцы Осень сменяла лето Зима осень, весна зиму Но что я могу сказать о них Только нечто общее То, что незаметно вступил я в эти годы В жизнь сознательную Помню, однажды, вбежав в спальню матери Я вдруг увидал себя в небольшое трюмо В овальной раме орехового дерева Стоявшее напротив двери И на минуту запнулся На меня с удивлением И даже некоторым страхом Глядел уже довольно высокий Стройный и худощавый мальчик В коричневой косоворотке В черных люстриновых шароварах В обшарпанных, но ловких Козловых сапожках Много раз, конечно, видал я себя В зеркале и раньше И не запоминал этого Не обращал на это внимания Почему же обратил теперь? Очевидно, потому, что был удивлен И даже испуган той переменой Которая с каких-то пор Может быть, за одно лето Как это часто бывает Произошла во мне И которую я, наконец, внезапно открыл Не знаю точно, когда В какое время года это случилось И сколько мне было тогда лет Полагаю, что случилось осенью Судя по тому, что Помнится, загар мальчика В зеркале был бледный Такой, когда он сходит Выцветает И что был я, должно быть, лет семи А более точно знаю только то, что мальчик мне понравился Своей стройностью Красиво выгоревшими на солнце волосами Живым выражением лица И что произошло Несколько испуганные удивления В силу чего Очевидно, в силу того, что я вдруг увидал Как посторонний Свою привлекательность В этом открытии было Неизвестно почему Даже что-то грустное Свой уже довольно высокий рост Свою худощавость И свое живое Осмысленное выражение Внезапно увидал Одним словом, что я уже не ребенок Смутно почувствовал Что в жизни моей наступил какой-то перелом И, может быть, к худшему В тот день, когда я покинул Каменку Не зная, что я покинул ее навеки Когда меня везли в гимназию По новой для меня чернавской дороге Я впервые почувствовал поэзию Забытых больших дорог Отходящую в предание русскую старину Большие дороги отживали свой век Отживала и чернавская Ее прежние колеи зарастали травой Старые ветлы, местами еще стоявшие Справа и слева вдоль ее просторного И пустынного полотнища Вид имели одинокой и грустный Помню одно особенно Ее дуплистый, разбитый грозой остров На ней сидел черной головней Чернел большой ворон И отец сказал, очень поразив этим Мое воображение, что вороны живут По несколько сот лет И что, может быть, этот ворон Жил еще при татарах В чем заключалось очарование Того, что он сказал И что я почувствовал тогда В ощущении России И того, что она моя родина В ощущении связи с былым, далеким, общим Всегда расширяющим нашу душу Наши личные существования Напоминающим нашу причастность К этому общему Он сказал, что этими местами Шел когда-то с низов на Москву И по пути дотла разорил наш город Отцам Мамай А потом, что сейчас мы будем проезжать Мимо Становой, большой деревни Еще недавно бывший знаменитым Притоном разбойников И особенно прославившийся Каким-то Митькой Таким страшным душегубом Что его после того, как он Наконец был пойман Не просто казнили, а четвертовали Помню, что как раз в это время Между Становой и нами Влево от большой дороги Шел еще никогда не виденный мной поезд Сзади нас склонялось к закату солнце И в упор освещало эту Быстро обгонявшую нас Бегущую в сторону города Как бы заводную игрушку Маленький, но заносчивый паровозик Из головастой трубы, которого Ввалил назад хвост дыма И зеленые, желтые и синие домики С торопливо крутящимся под ними колеса Паровоз, домики Возбуждавшие желание пожить в них Их окошечки, блестевшие против солнца Этот быстрый и мертвый бег колес Все было очень странно и занятно Но хорошо помню Что все же гораздо больше Влекло меня другое То, что рисовалось моему воображению Там, за железной дорогой Где виднелись лозины Таинственной и страшной Становой Татары Мамай Митька Несомненно, что именно в этот вечер Впервые коснулось меня сознание Что я русской И живу в России А не просто в Каменке В таком-то уезде В такой-то волости И я вдруг почувствовал Эту Россию Почувствовал ее прошлое и настоящее Ее дикие, страшные И все же чем-то Пленяющие особенности И свое кровное родство с ней В гимназии я пробыл 4 года Живя нахлебником Умещенина Ростовцева В мелкой и бедной среде Попасть в иную среду я не мог Богатые горожане в нахлебниках Не нуждались У ростовцев был и другой нахлебник Мой сверстник и одноклассник Незаконный сын Одного батуринского помещика Рыжий мальчик Глебочка Но между нами не было В тот вечер еще никаких отношений Он дико сидел в углу Как зверек, попавший в клетку Дико и упорно молчал Со звериной недоверчивостью Посматривая на меня из-под лобья Да и я не спешил навязываться В дружбу к нему Между прочим и по той причине Что он казался мне Не совсем обыкновенным мальчиком От которого может надо было Держаться подальше Я еще в каменке знал Что он будет жить вместе со мной И однажды слышал Как нехорошо назвала его наша нянька Разумея его незаконные происхождения А на дворе, как нарочно, было сумрачно К вечеру стала накрапывать Бесконечные каменные улицы На которые я смотрел из окошечка Была мертва, пуста А на полуголом дереве За забором противоположного дома Горбес и натуживаясь Не обещая ничего доброго Каркала ворона На высокой колокольне Поднимавшейся вдали За железными пыльными крышами В ненастное темнеющее небо Каждую четверть часа Нежно, жалостно И безнадежно пела И играла что-то Отец в такой вечер Тотчас закричал бы Зажечь огонь Подать самовар Или прежде времени Накрывать на стол к ужину Терпеть не могу этого Черстого уныния Но тут огня не зажигали За стол, когда попало, не садились Тут на все знали свой час и срок Так было и теперь Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело И воротился из города хозяин Это был высокий, стройный человек С правильными чертами смуглого лица И сухой черной бородой Кое-где тронутый серебристыми волосами Чрезвычайно скупой на слова Неизменно требовательный И назидательный На все имевший и для себя И для других твердые правила Какой-то не нами глупцами А нашими отцами и дедами Раз навсегда выработанный Устав благопристойной жизни Как домашний, так и общественный Он занимался тем, что скупал И перепродавал хлеб скотину И потому часто бывал в разъездах Но даже и тогда, когда он отсутствовал В его доме, в его семье Состоявшей из миловидной и спокойной жены Двух тихих отроковиц с голыми круглыми шейками И шестнадцатилетнего сына Неизменно царило то, что было установлено Его суровым и благородным духом Безмолвие, порядок, деловитость Предопределенность в каждом действии В каждом слове Теперь, в эти грустные сумерки Хозяйка и девочки, сидя каждый за своим рукодельем Старошка ждали его к ужину И как только стукнула наружу калитка У всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови Маня, Ксюша, накрывайте Негромко сказала хозяйка И, поднявшись с места, пошла в кухню Он вошел, снял в маленькой прихожей Карту сычуйку И остался в одной легкой серой поддевке Которую вместе с вышитой косовороткой И ловкими опойковыми сапогами Особенно подчеркивала его русскую ладность Сказав что-то сдержанно приветливой жене Он тщательно вымыл и туго отжал Встряхнул руки под медным рукомойником Висевшим над лоханью в кухне Ксюша, младшая девочка Потупив глаза, подала ему Чистые длинные полотенца Он не спеша вытер руки С сумрачной усмешкой кинул полотенце ей на голову Она при этом радостно вспыхнула Войдя в комнату, несколько раз точно и красиво перекрестился И поклонился на образничку в угол Первый мой ужин у ростовцевых Тоже крепко запомнился мне И не только потому, что состоял он из очень странных для меня кушаний Подавали сперва похлебку Потом на деревянном круге серые шершавые рубцы Один вид и запах которых поверг меня втрепет И который хозяин крошил, резал, беря прямо руками К рубцам соленый арбуз А под конец гречишный крупень с молоком Но дело было не в этом А в том, что так как я ел только похлебку и арбуз Хозяин раза два слегка покосился на меня А потом сухо сказал Надо ко всему привыкать, Борчук Мы люди простые, русские Едим пряники неписанные У нас разносолов нету И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно Особенно полновесно и внушительно И тут впервые пахнуло на меня тем Чем я так крепко надышался в городе впоследствии Гордостью Начало моей гимназической жизни было столь ужасно Как я и ожидать не мог Первый городской вечер был таков, что, мнилось, все кончено Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим Очень быстро покорился я судьбе И жизнь моя стала довольно обычной, гимназической жизнью Если не считать моей не совсем обычной впечатлительностью Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию Было солнечно И уже этого одного было достаточно, чтобы мы повеселели Кроме того, как нарядны мы были Все с иголочки Все прочно, ловко, все радует Расчищенные сапожки Светло-серое сукно Синие блестящие картузики на чистых стриженных головках Скрипящие и пахнущие кожей ранцы В которых лежат только вчера купленные учебники Пеналы, карандаши, тетради А потом резкая и праздничная новизна гимназии Чистый каменный двор ее Сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей Чистота простора, звучность Выкрашенных, залито свежей краской коридоров Светлых классов, зал и лестниц Звонкой гаммы крик несметной юной толпы С каким-то сугубым возбуждением Вновь вторгшейся в них после летней передышки Чинность и торжественность Первой молитвы перед учением в сборной зале Первый развод, попарный в ногу, по классам Ведет и команда, и бойко марширует впереди настоящий военный Отставной капитан Первая драка при завхате мест на партах И, наконец, первое появление в классе учителя Его фрака с журавлиным хвостом Его сверкающих очков, как бы изумленных глаз Поднятой бороды и портфеля под мышкой Через несколько дней Все это стало так привычно Словно иной жизни и не было никогда И побежали дни, недели, месяцы Учился я легко Хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились По остальным посредственно Отделываясь своей способностью быстро все схватывать Кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде ауристов Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно И не оставило в нас ни малейшего следа И преподавалось тупо, казенно Большинство наших учителей были люди серые, незначительные Среди них выделялось несколько чудаков Над которыми, конечно, в классах всячески потешались И два-три настоящих, сумасшедших Один из них был замечателен Он был страшно молчалив Страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения Ходил всегда посередине улиц В гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок Чтобы только через него браться за дверную ручку, за стул перед кафедрой Он был маленькой, щуплой, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями С чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица И недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство Печально и тихо устремленными глазами Что еще сказать о моих школьных годах За эти годы я из мальчика превратился в подростка Но как именно совершилось это превращение, опять один бог ведает А внешне жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично Все то же хождение в классы Все то же грустные и неохотные учения по вечерам уроков на завтра Все та же неотступная мечта о будущих каникулах Все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска Ах, если бы поскорее мелькали они Через год я бросил гимназию и возвратился под родительской кров Чтобы встретить там дни, несомненно, самые удивительные из всех пережитых мной Это было уже начало юности Время для всякого удивительное Для меня же, в силу некоторых моих особенностей, оказавшиеся удивительным, особенно Ведь, например, зрение у меня было такое, что я видел все семь звезд в плеядах Слухом за версту слышал свист сурка в вечернем поле Пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги Жизнь моя в это время не только опять резко изменилась внешне Но ознаменовалась еще одним внезапным и благодетельным переломом Расцветом, совершившимся во всем моем существе Удивителен весенний рассвет дерева А как он удивителен, если весна дружная, счастливая Тогда то незримое, что неустанно идет в нем Проявляется, делается зримым особенно чудесно Взглянув на дерево однажды утром Поражаешься обилию почек, покрывших его за ночь А еще через некий срок внезапно лопаются почки И черный узор сучьев сразу осыпают несметные ярко-зеленые мушки А там надвигается первая туча, гремит первый гром Свергается первый теплый ливень И опять, еще раз свершается диво Дерево стало уже так темно, так пышно по сравнению со своей вчерашней голой снастью Раскинулось крупной и блестящей зеленью Так густо и широко Стоит в такой красе и силе Молодой крепкой листвы Что просто глазам не веришь Нечто подобное Произошло и со мной в то время И вот Настали для меня Те волшебные дни Когда в таинственных долинах Весной при кликах лебединых Блесвод Сиявших в тишине Являться стала муза Мне Ни лицейских садов Ни царскосельских озер и лебедей Ничего этого мне Потомку промотавшихся отцов В удел уже не досталось Но великая и божественная новизна Свежесть и радость Всех впечатлений бытия Но долины Всегда и всюду таинственные Для юного сердца Но сияющие в тишине воды И первые жалкие Неумелые Но незабвенные Встречи с музой Все это у меня было То, среди чего, говоря словами Пушкина Расцветал я Очень не походило на царскосельские парки Но как пленительно Как родственно звучали для меня Тогда пушкинские строки о них Как живо выражали они Существенность того, чем полна была моя душа Те тайные лебединые клики Что порою так горячо И призывно оглашали ее И не все ли равно Что именно извлекало их И что с того Что ни единым словом Не умел я их передать Выразить Все человеческие судьбы Слагаются случайно В зависимости от судеб Их окружающих Так сложилась и судьба Моей юности Определившей И всю мою судьбу Как в старинных стихах Мне возвращен был кров родимый Дарован мир степной глуши Привычен быт и круг любимый И жар восторженной души Почему я возвратился Под этот кров Почему бросил гимназию И была ли бы моя юность Такой, какой она была И как сложилась бы Вся моя жизнь Не случи с этого На первый взгляд Ничтожного события Отец иногда говорил Что я бросил гимназию По причинам Совершенно непозволительным В своей неожиданности И нелепости Просто по вольности дворянства Как он любил выражаться Бронил меня Своенравным недорослем И пенял себе За попустительство Этому своенравию Но говорила на другое Суждения его всегда Были крайне противоречивы То, что я поступил Вполне логично Он произносил это слово Очень точно и изысканно Сделал так Как требовала Моя натура Нет, говорил он Призвание Алексея Не гражданское поприще Не мундир и не хозяйство А поэзия души и жизни Да и хозяйствовать-то Слава Богу Уже не над чем А тут кто знает Может Вторым Пушкиным Или Лермонтовым Выйдет Я как-то Сразу окреп И возмужал За последний год Пребывания в гимназии До этой поры Во мне, думаю Преобладали черты матери Но тут быстро Стали развиваться Отцовские Его бодрая жизненность Сопротивляемость Обстоятельствам Той чувствительности Которая была и в нем Но которую он всегда Бессознательно Спешил взять В свои здоровые И крепкие руки И его бессознательная Настойчивость В достижении желаемого Его своей нраве То весьма в сущности Неважное Что произошло С братом И что казалось Тогда всей нашей Семье ужасным Пережито было Мною не сразу Но все-таки Пережито И даже послужило К моей зрелости К возбуждению Моих сил Я почувствовал Что отец прав Нельзя жить Плакучей Ивой Что жизнь Все-таки Великолепные вещи Как говорил он Порой во хмелю И уже сознательно Видел Что в ней Есть нечто Неотразимо чудесное Словесное Творчество И в мою душу Запало Твердое решение Во что бы то ни стало Перейти в пятый класс А затем Навсегда Развязаться С гимназией Вернуться В Батурино И стать Вторым Пушкиным Или Лермонтом Жуковским Боротынским Свою кровную Принадлежность К которым Я живо ощутил Кажется С тех самых пор Как только Узнал о них На портреты которых Я глядел Как на фамильные Принадлежность Принадлежность